Здравствуйте! В эфире передача аспекты иностранных дел телеканала CBC. С вами Таймур Атаев. Сегодня исполнилось 30 лет со дня вступления Азербайджана в ООН. Безусловно, знаменательная дата и сегодняшнее заявление МИД по этому поводу продемонстрировало позицию Баку. Здесь были рассмотрены вехи исторического сотрудничества, отмечены положительные шаги в этом направлении. В целом, вступление Азербайджана в ООН проходило в очень сложных условиях для Азербайджана, потому что начался этап оккупации азербайджанских земель в Карабахе. И поэтому и процедура, и сам факт вступления в ООН вызвал надежды в Азербайджане. Сложно сказать, что это была эйфория, это было бы не исторично, но надежда действительно присутствовала. Тем более, что в конце февраля произошел Ходжалинский геноцид. Уже на этапе 1992-1993 годов были оккупированы и другие регионы Азербайджана. И надо признать, что ООН отреагировал на эти события, отреагировал четырьмя резолюциями общеизвестными, где шел призыв к оккупационным армянским силам покинуть эти территории. Тем самым, территориальная целостность была признана мировым сообществом и ведущими мировыми структурами. Другое дело, что, скорее всего, может быть, не сработал механизм исполнения этих же резолюций. И поэтому Азербайджану пришлось ждать 30 лет для того, чтобы собственными силами, но на основе устава ООН освободить эти территории. Благодаря доблестной азербайджанской армии, ведомой верховным главнокомандующим президентом страны Ильхамом Алиевым, в 2020 году Отечественная война завершилась успехом. О том, почему мы ждали 30 лет и почему именно своими силами мы смогли достичь этого, мы поговорим сегодня с нашими гостями и постараемся затронуть и другие аспекты в плане темы ООН и международной конфликты. Рядом со мной Тургай Гусейнов, член коллегии адвокатов, специалист в области международного права. Здравствуйте. С нами вместе Юрий Галигорский, журналист, продюсер Великобритания и Михаил Финкель, специалист в области международных конфликтов, доктор юридических наук. Здравствуйте. Приветствуем вас на телеканале CBC. Первый вопрос Тургай Малему. Пожалуйста, что вы можете сказать в целом о сотрудничестве Азербайджана и ООН? Все-таки действительно знаменательная дата, было много очень полезного, важного. И в то же время, что произошло, что мы смогли на основе устава ООН через 30 лет вернуть оккупированные территории? Спасибо за приглашение. Как вы отметили, на первых порах, когда Азербайджан только-только вступил в организацию Объединенных Наций, сотрудничество строилось именно на базе того, что ООН будет нам оказывать посильную помощь при ситуации, когда территория Азербайджана подверглась атаке со стороны Армении и были оккупированы наши территории. И вот этот период был именно периодом, когда ООН оказывала нам помощь именно в рамках своих компетенций, в рамках своих полномочий. Поэтому 30 лет можно было даже разделить на нескольких этапов, поскольку само развитие вот этих отношений подталкивает нас к этому, чтобы мы могли вот разделить их на несколько этапов развития. И сегодня организация Объединенных Наций, сотрудничество с Азербайджаном на базе пятилетних договоров, программ, по которым мы с ними сотрудничаем. Вот буквально последний договор о сотрудничестве был заключен в СООН в 2021 году. Будет охватывать период 5 лет, в том числе 2025 год. И здесь как бы основные 4 направления, которые мы будем развивать в это время, это именно инклюзивный рост, вопросы окружающей среды и изменение климата, усиление развития институтов, которые будут обеспечивать оказание государственных и социальных услуг. И один из направлений это расширение деятельности женщин, девочек во всех сферах общества. В то же время Азербайджан, мы знаем, почему я говорю, можно разделить на несколько этапов, потому что, может быть, первый этап сотрудничества был именно на базе того, что мы получаем определенную помощь из ООН. А вот последние 10 лет, я бы сказал, Азербайджан стал активным участником и максимально старается использовать площадку ООН не только в своих интересах, но и для интересов всего мирового сообщества, в том числе. Вот я могу привести пример того, что Азербайджан был инициатором поднятия вопроса Генеральной Ассамблеи касательно распределения вакцин от ковида. То есть в этом плане мы выступали. Мы активно участвуем в реализации проекта Тысячелетия, к которому мы присоединились в 2000 году. И у нас действует... То есть это то, о чем сейчас говорят, устойчивое развитие. Да, устойчивое развитие. У нас даже есть национальный координационный центр, который был создан специально для реализации этих целей. То есть вопросов много, сотрудничество идет по разным направлениям. Но сегодня уже тот период, когда Азербайджан не только получает какую-то помощь от ООН, но и сам старается сегодня оказать свою подсильную помощь в развитии вот этого международного института. Но даже в 2012-2013 годах... Да, даже был период, когда мы были членами Совета Безопасности, даже председательствовали в 2012-2013 год. Это тоже период, который охватывает последние 10 лет, я бы сказал. И в будущем, я думаю, что мы будем стремиться к тому, чтобы занимать свое место в мировом развитии, то есть оказывать свою подсильную помощь в этом направлении. И я думаю, что он будет, как мы будем, скажем, получать определенную выгоду от деятельности на площадке, он также будет, наверное, получать свою помощь от Азербайджана. Ну, по всей видимости, как раз вот этот международный авторитет Азербайджана и позволил своими силами обеспечить победу Азербайджана в этот сложный период и привести к ситуации к тому, что мы справляли День Победы, и его мы не забудем, конечно. Да, естественно, может, все в это время, период, когда были приняты эти резолюции, прошло почти около 30 лет, и постоянно были ссылки на то, что в ООН нет той системы, которая обеспечивала надзор за исполнением принятых решений. К сожалению, мы стали как бы жертвами всего вот этого, что в течение вот этого периода времени мы не могли добиться того, чтобы вот четыре резолюции ООН, которые касались вопроса оккупации и требования того, что оккупационно-армянские силы должны покинуть территорию Азербайджана, но мы не могли, так скажем, это получить в рамках Организации Объединенных Наций. Как раз у меня сейчас вопрос Юрий Галигорский. Пожалуйста, вот ваше мнение по тому, что происходило, даже не обязательно в преломлении к Азербайджану, а сам факт того, что, как говорит Тургай Малим, система или механизм, да, он может быть не настолько разработан, или если разработан, не настолько готов к осуществлению. Причины, в чем вы видите причины этого? Я думаю, сначала на правах гостя я поздравлю Азербайджан со знаменательной датой. Это все-таки действительно знаменательная дата по любым параметрам, по любому расчету. Азербайджан стал полноправным участником этой известной международной организации и, как вы отметили, даже в один период председательствовал в Совете Безопасности. В идеале Организация Объединенных Наций – это замечательная организация, это именно та площадка, на которой представители различных государств могут решать различные проблемы, возникающие в отношениях между государствами, и мирным путем урегулировать эти проблемы. Если же они не могут урегулировать эти проблемы, они передают свои притязания, жалобы, просьбы в Совет Безопасности, и Совет Безопасности, как высший руководящий орган, выпускает соответствующую резолюцию с требованием выполнить то или иное решение Совета Безопасности. Здесь мы наталкиваемся на проблему, которую отметил господин Бусейнов, и я с ним полностью согласен. Механизма исполнения данных резолюций, данных решений, к сожалению, добиться не удалось. Есть желания, есть мнения, есть пожелания и официальные резолюции, официальные решения, но, однако, они не исполняются практически никогда. И в этом, конечно, уязвимое место Организации Объединенных Наций. Это именно тот вопрос, который до сих пор невозможно решить. Но я уверен, что Михаил Финкель, наш специалист по юридическим вопросам, он поправит и дополнит то, что я сказал. Здравствуйте, Михаил, еще раз. Вот как раз вопрос адресовал вам Юрий Галигорский. Я бы чуть-чуть расширил его все же и хотел бы услышать вас. Вот в 2018 году глава Генсекуон Антонио Гутерриш отметил, что наступил период Холодной войны. Но если раньше, сказал он, Соединенные Штаты Америки и Советский Союз были двумя мировыми гегемонами и решали вопрос на площадке он или вне площадки он своими силами, то сейчас это будет уже невозможно, что подкрепляются другие страны, укрепляются другие страны. И в частности, он там назвал и Турцию, и Иран, естественно, Китай. И поэтому необходимо что-то предусмотреть с возможным реформированием структуры. Вот на ваш взгляд, насколько это реально? Я хочу рассказать нашим дорогим телезрителям, во-первых, что, как правильно сказали предыдущие коллеги, вначале была Лига наций. Что это такое? Международный форум, который был основан по итогам Первой мировой войны, в который погибли миллионы людей, был использован газ, были жуткие трагедии. И все думали, вот мы сейчас создадим механизм, форум, в котором будем все проговаривать, и больше никогда не будет войн. Тогда считалось, что Первая мировая война – это последняя война. Однако это было не так. По итогам несправедливого Версальского мира началась Вторая мировая война, реванш Германии, и Лига наций ничего не сделала. Потом возникает ООН, и опять-таки ничего, ни одной войны, ни одного конфликта ООН не остановило. Начинается война между Кореями, начинается война во Вьетнаме, начинаются арабо-израильские войны, войны в Латинской Америке. ООН может штамповать резолюции. Это очень похоже на суд, это организация, который может вынести определенный вердикт, очень часто, кстати, ангажированный, политизированный, проплаченный, пролоббированный. Например, самое большое количество резолюций ООН осуждают Израиль. Не какие-то другие страны, там, людоедский режим, а Израиль. Но нет механизма утверждения, правильно? То есть нет судебных приставов таких от ООН. Или судебных исполнителей, да? Исполнителей, да, исполнителей. Или армии от ООН. То есть голубые каски, но они абсолютно импотентны, они ничего не могут. Они стояли между многими странами, ни одну войну не предотвратили. А так как некому вердикты ООН исполнять, они остаются просто бумагой. Да, с точки зрения международного права, с точки зрения разных конвенций, с точки зрения разных договоренностей, это есть. Но ни одна страна не может себя защитить, полагаясь на эти бумажки. И поэтому Азербайджан понял, что лучший друг Азербайджана – это его армия, это его умница, президент, верховный главнокомандующий, которому я аплодирую. И он смог освободить земли отцов и земли предков, и оскверненные мечети, и оскверненные кладбища, потому что он знал, что ждать милости от ООН, организации, в общем-то, такой, где сидят всякие дяди, получая хорошую зарплату и приятно проводя время, но которые ничего не могут сделать, как и ОБСЕ, кстати, и многие другие болтологические организации. Он понял, что нечего ждать от них милости, и Азербайджан сам освободил свои земли. И такие же примеры происходят по всему миру. ООН не только не предотвратила ни одну войну, она и не вернула справедливость, и не вернула оккупированные земли ни одному государству тоже. Это некая видимость желаний справедливости, но не более того. Михаил, и все же, на ваш взгляд, тогда, если уж непосредственно лидер ООН говорит о необходимости реформировать, в какой форме вы, как юрист, можете предложить свой взгляд на это? То есть в какой форме это может быть? Я считаю, что это абсолютно утопия и болтология. Механизма нет и никогда не будет. Страны всегда будут воевать. Только сами страны могут себя защитить. Но вы говорите, что ни один конфликт не был разрешен, голубые каски не сработали. Но голубые каски есть, конфликты есть. Следовательно, должен быть просто какой-то механизм. Если он не срабатывает, это же не означает, что его нет. По всей видимости... Единственный механизм был бы, если бы все человечество и все страны мира дали бы каждое определенное количество своих войск в реальную армию ООН. И ООН бы тогда стала обладательницей армии, которая бы наводила в мире порядок. Но тогда роль государств и их собственных армий свелась бы к нулю. Поэтому это невозможно. Поэтому я не вижу решения этого вопроса. ООН всегда будет вот таким органом, который будет говорить, который будет обсуждать, в прениях сидеть, делать резолюции. Но повлиять ни на что не сможет никогда. То есть фактически получается, ООН все-таки ставит проблему, соглашается с ней. Во всяком случае, в пример Азербайджана об этом и свидетельствует. Да, оккупация присутствовала. Да, необходимо вывести оккупационные силы. Однако сам механизм все-таки на данный момент не был проработан. Спасибо за ваше мнение. У меня вопрос к Тогрул Майлиму. Скажите, пожалуйста, вот в контексте нашего разговора. Буквально два года назад Реджеп Тайп Эрдоган, президент Турции, высказался в том ракурсе, что реформирование можно осуществить в контексте изменения отношения к Совету безопасности, куда входит пять государств. Напомню, это Соединенные Штаты, Россия, Китай, Англия и Франция. И он сказал буквально, что не могут пять стран на нынешнем этапе регулировать жизнью 7 миллиардов людей. В принципе, господин Финкель говорит, что там как бы если на паритетной основе зайдут войска, ну, предложат свои войска или часть каких-то войск, и все страны объединятся, тогда да, вопрос как бы можно решать по справедливости. Но насколько это устроят те же пять стран, например, и насколько другие государства заинтересованы в этом? Ваш взгляд? Я бы не хотел быть пессимистом, как наш Михаил, но думаю, что надо в этом плане быть оптимистом и стараться достичь того уровня развития ООН, которое сможет остановить войну. Но я тоже один факт скажу, что за все время человечества, за все время человечества всего было, посчитали, что всего было 50 лет не было войны. То есть все остальное время кто-то с кем-то воевал, и попытки того, что уже в 21 век, и мы должны как бы отказаться от идеи войны и стараться решать вопросы мирными средствами. Естественно, что попытки реформирования Совета Безопасности, как они будут восприняты постоянными членами Совета Безопасности? Да, это было после Второй мировой войны, то есть пять государств, которые сейчас являются постоянными членами Совета Безопасности, но сегодня есть страны, которые уступают и донорами ООН, но они не в Совете Безопасности, не решают таких глобальных вопросов, то есть могут участвовать просто в деятельности, могут быть, так скажем, в качестве членов Совета Безопасности, но мы знаем, что есть особый порядок голосования в Совете Безопасности, когда важные вопросы или вопросы, которые будут касаться членов, постоянных членов Совета Безопасности, они просто будут его торпедировать, да, то есть впоследствии голосования против или впоследствии определенных вариантов уходить от того, чтобы эти решения не были приняты. И в этом плане, да, на самом деле именно тот орган Совета Безопасности, который отвечает за обеспечение мира безопасности на планете, он должен быть эффективным, он должен своевременно реагировать на все вот эти проблемы. И, естественно, у него должны быть соответствующие рычаги, посредством которых он сможет решать вот эти вопросы. Да, вот на самом деле в течение периода деятельности ООН, начиная, скажем, после окончания Второй мировой войны, то есть 1945 года, да, за это время, может, на самом деле ООН не смогла, скажем, нести свой посильный вклад, чтобы остановить кровопролитие где-то. Но мы не должны в этом плане уходить от того, что нет, такая структура нам не нужна, да, такая площадка нужна, где будут обсуждаться вопросы. Да, конечно, она необходима, необходимо просто к тому, что вы говорите, это необходим рычаг, вот хорошее определение, именно рычаг действия. И в этом плане, да, то есть первыми жертвами, то есть Азербайджан может в этом плане выступать именно, скажем, с хорошим духом, что на самом деле мы с вами были жертвами того, что резолюция Совета Безопасности, то есть одного из органов, который отвечает за безопасность в мире, просто не исполнялась. А кем не исполнялась? То есть была бы какая-либо держава, которая стояла бы против этих резолюций, к сожалению, против этих резолюций стояла Армения. То есть страна, которая не обладает никакими, скажем, особым влиянием в регионе или на мировой площадке. Здесь, конечно, да, были интересы, возможно, и тех стран, которые поддерживали, чтобы эти резолюции не исполнялись, то есть всячески посредствами той же самой деятельности Совета Безопасности, что, может быть, были усилия, когда эти резолюции были приняты. Но реально их исполнять, постоянно остались какие-то проблемы. Поэтому я думаю, что государство, то есть мировое сообщество на фоне сегодняшних событий должно все-таки предпринять какие-то меры. Ну, мы на это как раз надеемся. Как-то смягчить, может быть. Да, она не сможет, так скажем, остановить кровопролитие, но как-то смягчить. И посредством каких-то санкций, может быть, я не знаю, посредством каких-то оперативных воздействий на государство. Понимаете, лишать кого-то голоса в какой-то международной организации, ну, я не думаю, что это остановит войну. То есть я, наверное, над этим нужно думать. Ну, я смотрю, вот наши гости, конечно, все в один голос утверждают, что площадка нужна, необходима, и своя история есть у этой организации. Однако, конечно, нет вот рычага воздействия на ситуацию. И, Юрий Галигорский, вам вопрос в этой связи. Вот господин Гусейнов сказал по поводу того, что страны сами решают свои вопросы. То есть получается, что, минуя ООН, какие-то государства, причем эти государства могут как входить в Совет Безопасности, так и находиться вне Совета Безопасности, будучи просто членами ООН. И они решают вопросы своими силами между собой. Тогда получается, что даже несмотря на это, ООН, опять-таки, нет механизма даже воздействовать на эти события. Тем более, что они могут закончиться, скажем, победой одной из сторон и проблемами для следующего, для другого государства. Вы правы. Конечно, существуют иногда и двусторонние отношения, которые во многом оказывают влияние на международную обстановку, когда две страны договариваются между собой о чем-либо. Но это влияет абсолютно на всех, на нас. Я бы хотел вернуться к той теме, которую поднял Михаил, и несколько возразить ему, я не столь пессимистичен, как он, по той простой причине. Я хочу вспомнить Уинстона Черчилля, который сказал, что демократия – это очень неэффективный механизм управления. К сожалению, ничего иного человечество не придумало. И в данном случае это касается Организации Объединенных Наций. Ничего другого, кроме общения между государствами на единой площадке, мы не придумали. Двусторонние отношения в данном случае – это палеотив, поскольку есть влияние на все остальные государства. Юрий, если можно, сразу же вопрос. А если мы говорим о демократии, в конце концов и господин Черчилль, и современный лидер, они могут затрактовать это понятие по-своему вообще и доносить его в своей интерпретации для мирового сообщества. Вы абсолютно правы. И здесь я хочу подойти к совершенно новой теме и новый угол. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций – это, по сути дела, клуб ядерщиков. Это ядерные обладатели ядерного оружия. И именно по этому принципу определяется их участие в Совете Безопасности. Эта тема устарела, потому что никто в здравом уме и твердой памяти не будет использовать ядерное оружие, чтобы тем или иным образом отстоять свою правоту. Но возникли иные государства, обладатели кибероружия. И кибероружие становится сейчас именно тем рычагом влияния, который может изменить уклад общемирового порядка. И в данном случае, конечно, назревает вопрос. Устарела ли площадка Совета Безопасности Организации Объединенных Наций? Не нужна ли она в реформировании? Потому что любое малое государство, обладающее развитым кибероружием, может решать те или иные международные вопросы по своему усмотрению. Вот я подумал, конечно, что имело бы смысл пересмотреть состав участников Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. И может быть, те государства, которые обладают кибероружием, могут по-иному решать. Потому что в большинстве случаев обладатели кибероружия – это те государства, которые достигли более высокого уровня развития и понимания, что такое мировая экономика, что такое мировое мироустройство. Я хотел бы отметить, что отсутствие механизма не означает, что мы продумали абсолютно все вопросы воздействия. Я считаю, что хорошо продуманные экономические санкции, дипломатические санкции и санкции иного рода, если их собрать все вместе, это представляет собой мощный кулак воздействия, который может решить вопросы. И, по-моему, эти вопросы решаются прямо на наших глазах. Спасибо, Юрий. Но я сразу обращусь к господину Финкелю по тому, что вы сказали. Сегодня сложилась интересная ситуация. Вот вы говорите вопрос санкций. Но обратите внимание, санкции, они, да, вопрос решаемый. Но, с другой стороны, не все страны идентично относятся к пониманию санкционной политики. То есть есть государства сильные, которые могут не присоединиться к ним и даже не в преломлении к сегодняшним событиям. То есть в любом случае происходит какая-то, ну, как сказать, в любом случае, то есть какие-то разные поля, разные площадки. То есть уровень стран может меняться. Вы затронули интересный момент, что если мы говорим о кибербезопасности, эти страны могут быть далеко, там, скажем, не на первом месте, может, даже и не в первой пятерке. Но тут опасность может быть в том, что в любом случае их, ну, не будем говорить там геополитическим спонсором, но геополитическим партнером может стать и одна из стран, из членов Совета безопасности. Вот я бы хотел на эту тему послушать Михаила Финкеля. Ну, я, во-первых, всецело согласен с президентом Турции господином Эрдоганом. Совет безопасности ООН, если посмотреть в канонический текст, состоит из победителей Второй мировой войны. Но Франция победила за 30 дней, когда ее захватил Вермахт, вспомним, 40-й год. Поэтому какая Франция победитель, это большой вопрос. Может быть, только во времена Наполеона она была победительницей, но не во Второй мировой войне, это смешно. Если говорить о наличии ядерного оружия, оно уже настолько устарело, есть намного более действительно серьезные, удивительные виды оружия, о которых сказал мой коллега, господин Юрий из Лондона. В отношении же санкций, ну, смотрите, с 79-го года весь цивилизованный мир и все прогрессивное человечество, как говорили в Советском Союзе, ввело санкции против режима Ирана. Далеко не самая большая страна, не самая сильная. И как Иран обходит все эти санкции, всем хорошо известно. И с помощью кого обходит, и какими не такими уж хитрыми образами обходит. Есть очень много примеров, когда санкции не работают. Ну и действительно, в теории игр и в международных отношениях есть такая концепция классическая, сакральная, что ядерная война невозможна между двумя странами, которые обладают ядерным оружием, потому что это приведет к концу света. Но даже эта концепция уже считается отжившей свое, потому что всегда есть понятие непредсказуемого игрока в геополитике. Непредсказуемый игрок – это тот игрок, который не вписывается в стандартные схемы. Тот, который не руководствуется только обычным прагматизмом. Тот, который способен на те действия предсказать, которые было сложно большинству наблюдателей. Так вот, такой игрок в состоянии аффекта может применить и ядерное, и водородное, и электромагнитное оружие, и любое другое оружие. Нельзя доводить ни одну страну до состояния, в котором она зажата в угол. Нельзя душить санкциями, потому что душить санкциями и переводить любую страну в состояние каменного века неправильно, в особенности, если удар идет по народу. Потому что народ далеко не всегда несет ответственность за свое правительство и за его политику. Нужно отделять граждан страны, многие из которых могут не разделять его политику или не соглашаться с ней, от руководителей. Политика санкций, которая применяется против той или иной страны, как некая такая слепая дубина, будем по всем ним бить, очень опасно и очень чревато. И может привести к асимметричному ответу. Спасибо за ответ. Я бы хотел еще чуть-чуть расширить нашу тему, просто попросить бы вас ответить вот на один вопрос всех участников. Если можно кратко, чтобы мы успели услышать всех. Сегодня мы очень часто слышим, особенно начиная с периода пандемии, что многие страны столкнутся с большим, глубоким, глобальным продовольственным кризисом. Как отметил и господин Финкель, как отметил и Юрий, это декларация как бы. Вот об этом сказали и все. Что делать? Вот Азербайджан, вы уже отметили, выступил с тем, что распределяются вакцины неравномерно. Аналогично Азербайджан, я на нашем примере просто говорю, который признает все мировое сообщество, оказал уже конкретную помощь на мировой арене. То есть, если мы говорим о том, что люди могут погибнуть от голода, что делать? Вот ваш взгляд как специалиста в области международного права. В этом направлении я вам скажу, что в рамках ООН оставляется программа по борьбе с продовольственным кризисом. Есть отдельная программа, то есть я на них уже подробно не буду останавливаться. Естественно, сегодня на повестке дня 21 века экологическая безопасность. То есть охрана окружающей среды, проблемы, изменения климата, они все приводят к тому, что именно то, что вы говорите, мы встречаем продовольственный кризис. Поэтому здесь нужна комплексная работа. В принципе, в этом направлении ООН и его соответствующие структуры работают. То есть идет работа по борьбе с изменением климата, которая непосредственно отражается на тех вопросах, которые вы говорите. Именно на том, что мир столкнется с продовольственным, серьезным продовольственным кризисом. То есть вы считаете, что ООН располагает возможности не допустить? То есть именно площадка того, что да, может быть где-то в сфере обеспечения безопасности ООН может и где-то не справляется. Но я думаю, что в плане того обеспечения экологической безопасности, то есть как идет работа по проблеме изменения климата в рамках ООН. И естественно программа, которая расширяется в рамках продовольственной безопасности, это все как бы на площадке ООН реализуется. Но насколько она реализуется, мы как бы опять же это работа, это поэтапная работа. Будем видеть. Если этого не будет, то естественно на то и спасибо, что на этой площадке еще государство определенную работу в этом направлении ведут. Если не будет и этой площадки, то посмотрите, что будет твориться. Юрий, если можно, вот скажите, пожалуйста, сегодня говорится о капитализме для всех сторон. То есть, что как бы капитализм появляется с человеческим лицом с той точки зрения, что богатые должны помогать бедным. То есть речь идет как о финансовых олигархах, так и о странах. Скажите, насколько это реально? Вы знаете, поскольку я нахожусь в Великобритании, здесь действительно очень сильно развито чувство социальной ответственности. Ежегодно выступают крупнейшие представители бизнеса и рядовые жители Великобритании в качестве донатов для различных программ по ликвидации последствий голода, засухи, климатических катаклизмов. Меня волнует несколько иной вопрос. Я хочу просто вкратце его осветить. Мы очень часто все боремся с симптомами, но не с причинами. И в этом проблема. Мы обращаем внимание, мы готовы погасить любой пожар, бросить продовольствие сколько нужно, обеспечить водой, одеждой людей. Но часто это борьба с симптомами. Мы старательно закрываем глаза на причины того или иного кризиса. И в этом проблема. То есть у меня тогда уже проходит такая ассоциация. То есть возможно, когда мы говорим об отсутствии механизма в ООН для реализации каких-то своих же резолюций, то есть возможно там не видится та причина или видится, но не афишируется с той точки зрения, что именно к ней нужно подойти в плане разрешения удалить причину. Вы абсолютно правильно поняли. Спасибо, спасибо. Михаил Финкель. Сегодня несколько раз мы слышали аспект оптимизма, пессимизма и так далее. Но все же, конечно, движет миром оптимизм. Иначе ничего не происходило бы, иначе бы не было развития ни науки, ни техники, и мы бы не подошли к этапу четвертой промышленной революции. Кстати, ООН очень серьезно этот вопрос обсуждает. И поэтому я еще раз хотел бы услышать, вот Тургайм Алим об этом сказал, Юрий чуть-чуть в ином направлении ответил. Скажите, пожалуйста, как вы видите, вот в условиях четвертой промышленной революции, роботизация, нанотехнологии, биотехнологии, Скажите, пожалуйста, как в этих условиях не получается бороться с голодом? Неужели нет вот все же того механизма, который позволил бы реализовать эти программы вот с продовольственным кризисом в скором периоде? Все очень просто. Мы живем в 21 веке, но в головах у многих людей есть расизм. Черные люди Африки – это не люди. Они никому не интересны. Поэтому всем наплевать, что там умирают люди, что умирают дети. Наплевать. Возьмите международные СМИ. Они не описывают это, им это неинтересно. Неинтересно, потому что это неинтересно. Потому что мир, как и 200 лет назад, как и тысячи лет назад, делится на элиты и на тех, кто никому не нужен, потому что не представляет никакого интереса. И как бы мы не надевали на себя маску такого прогрессивного человечества и не тратили бы десятки часов, я не знаю, уткнувшись в свой телефон последней модели, сущность человеческая не изменилась. Но все равно большинство из нас делят мир на первую лигу, вторую лигу, третью лигу и десятую лигу. И проблемы эти связаны именно с этим. Никому это неинтересно и не нужно. Если бы эта проблема происходила в Европе, ее бы сразу все решали. Или в Америке. А Африка? Никому не нужна. Азия в меньшей степени интересна. Вот и вся история. Это честно, но правду говорить легко и приятно, как написал Михаил Булгаков. Вы очень тонкий момент затронули. Все-таки действительно там колесницы могут сменяться сверхзвуковыми самолетами. Фиговый листочек заменяется там одеждой из крокодиловой кожи или сумочками там. То есть действительно меняется антураж. В общем-то меняется антураж, а смысл жизни, стиль жизни, он тот же самый. Это общежитие между людьми. То есть мы такие же, у нас такие же мысли, как были и у людей и сто лет назад, и тысячи лет назад, и много веков назад. Это еда, это одежда, обеспечение семьи. Ну мы надеемся, конечно, как мы говорим, что мы все здесь оптимисты, мы надеемся на лучшее, мы надеемся на будущее. Напоминаем, что у нас сегодня были в гостях Юрий Голигорский из Великобритании, продюсер, журналист Михаил Финкель, специалист в области международных конфликтов Израиль. Тургай Гусейнов, специалист в области международного права, член коллегии адвокатов Азербайджана. Желаем вам всех благ и нашим гостям, и призываем вас следить за новостями CBC, чтобы быть в курсе аспектов иностранных дел. Спасибо вам за участие, и спасибо телезрителям за то, что вы с нами. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!